Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Крамаскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Флэшмоб «Не русский, я, но россиянин» прошел в Чешминском районе. В Крамаскалах пройдет восьмой тур открытого чемпионата по настольному теннису. И глава Кушнаренковского района с рабочим визитом посетил Росмекеевский сельсовет. Жительница Благовещенска примет участие в спартакиаде пенсионеров России. Она пройдет с 24 по 27 августа в Уфе. На крупнейшие соревнования для спортсменов-любителей в Уфу съедутся около 700 участников. В составе Башкирии Благовещенка, Фунуза и Скарова выступят в состязаниях по настольному теннису. Торжественное открытие спартакиады состоится 24 августа в 19.00 на стадионе «Динамо». Восьмой тур открытого чемпионата по настольному теннису пройдет в Крамаскалах. Соревнования приурочили ко дню флага России. Принять участие в турнире может любой желающий, не имеющий медицинских противопоказаний. Для этого нужно в день соревнований подать заявку на участие. Победителей наградят грамотами и дипломами. Чемпионат пройдет 24 августа в Крамаскалинском оздоровительном комплексе «Начало» в 11.00. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 34 765 2 16 11. Не русский я, но россиянин. Флэшмоб с таким названием прошел на родине Мустая-Карима, в селе Кляшево Чешменского района. Мероприятие приурочили к столетию поэта. Его организатором выступила заведующая сельским домом культуры Лилия Габдулбаянова. На праздник пришли местные жители, работники дома культуры и школы имени Мустая-Карима. Участники флэшмоба оделись в башкирские наряды по стихотворениям поэта и спели его песни. Песни джигитов и «Мы сами чешминцы». Также местные пасечники угостили гостей пчелиным медом. Все жители остались довольны и получили море эмоций. Стоит отметить, про прошедший праздник сделают фильм. Инициатором этой идеи выступило Министерство молодежной политики и спорта республики. Семейный выходной скоро в школу пройдет в Языково. Гостей ждет увлекательный семейный квест на проверку знаний начальной школьной программы. Также в программе практикумы и мастер-классы для детей и взрослых, изготовление браслетов безопасности и подделок в технике оригами и пескография. Кроме этого, гостей праздника ждет развлекательная программа, игры, презентационные площадки, а также акции «Помоги собраться в школу» и «Выбираем полезный досуг». Мероприятие пройдет 24 августа по адресу улица Пушкина, 13, начало в 11.00. Глава Кушнаренковского района с рабочим визитом посетил Ростмякиевский сельсовет. Сначала Руслан Гизатулин посетил село Байталы. Там на улице Молодежной требуется провести газопровод. Сейчас готовят проект для дальнейшей реализации. В местной школе протекает крыша в спортзале и столовой, а у входа в дом культуры валится козырек. Глава пообещал выстроить поэтапную работу по этим вопросам. Что касается деревни Ростмякиева, то здесь одну проблему удалось решить практически сходу. Фельдшерско-акушерский пункт из старого холодного здания перенесут в школу. К слову, ситуация со школой тоже плачевная. Ее в этом году будут посещать всего несколько детей. Детский сад живет благодаря выигранному гранту некоммерческой организации «Доверие». Жители деревни теперь имеют возможность оставлять своих малышей на неполный день. Также Руслан Гизатулин решил с жителями сельсовета сделать ремонт Ростмякиевского клуба в рамках программы поддержки местных инициатив. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин